Возгорание в одном из домов жил массива Киличек произошло около двух часов дня. До приезда пожарных местные жители пытались потушить огонь собственными силами. Из дома им удалось вынести троих детей, которые к тому моменту уже находились в бессознательном состоянии. Трое мальчиков, двух, трех и четырех летнего возраста. Уже на улице малышей пытались привести в чувство, растирая лицо снегом. Я увидел дым с той улицы. Спросил, что очень сильно горел. Огонь прямо из окна вырывался. Я спросил, есть кто-то дома. Сказали, что уже нет. Трое детей были. Их вытащили и повезли в больницу. Как раз сосед на машине домой приезжал. Я тоже начал тушить, но к этому времени уже пожарная машина приехала. Сообщение поступило 14.09. Пожарный расчет был на месте уже в течение пяти минут. Я сразу приступил к тушению. В результате пожара сгорела общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Сгорел жилой дом. Что касается причин пожара, на данный момент устанавливается причина пожара. По словам соседей, огонь мог вспыхнуть от опрокинувшегося обогревателя. Или из-за короткого замыкания при включении электроприборов. Какое-то время перед пожаром район был обесточен от электроэнергии. Беременная мать троих мальчиков уложила их спать. Присмотреть за ними просить было некого. Но женщине надо было сходить в поликлинику. Вот она и закрыла их дома одних, чтобы сбегать на прием к врачу. Судя по последствиям в организме, врачи полагают, что возгорание в доме произошло после долгого тления. Возможно, на одеяло попала искра. Дети слишком долго дышали угарным газом. Вот вторые сутки мы боремся за их жизнь. Я не могу сказать, что как бы все позади. Бровь теряет свое качество. Он же переносит кислород. И в связи с тем, что форменные элементы связываются с угарным газом, они вроде циркулируют, но они не могут выполнить свои функции. Вот это самое опасное. Пока возили, они пришли в сознание. Но там, знаете, бывает такой светлый промежуток. То есть им становится вроде бы лучше. Но это мимо и такое благополучие. Потому что после этого уже наступает полное отравление, скажем, головного мозга, печени, внутренних органов. Вот этот промежуток самый такой опасный. Отец пострадавших детей Рустамбек Таштамбеков во время происшествия был на работе. Молодая семья из Токтагула в поисках работы переехала в Бишкек около года назад. Чтобы прокормить семью, Рустам работает на Ожском рынке. Однако стабильным этот заработок не назовешь. Сгоревшая времянка, в которой они жили бесплатно, принадлежит родственникам. Кроме детей, спасти от огня удалось только документы. Деньги какие были и все вещи сгорели в пожаре. Поэтому дети и родители нуждаются не только в медицинской помощи. Материальную поддержку, а также содействие в получении пособия на детей обещали оказать в правительстве. Мы сейчас здесь вдвоем с женой. Никуда не отлучаемся. Мама из Токтагула приехала. Слава богу, детей вытащили из дома. Вот только они надышались сильно. Старшие и самые младшие слабенькими были. Сейчас пока не могут до конца прийти в себя. Без слез не могу на них смотреть. Очень боюсь, что могли произойти какие-то необратимые процессы. Врачи делают все необходимое. Хорошо смотрят и очень переживают вместе с нами. Теперь нам негде жить. Люди приходят, помогают нам, чем могут. Большое всем спасибо. Желающие оказать помощь, попавшие в беду семье, могут перечислить деньги на расчетный счет, который вы видите на экране. Напомним, в начале февраля в одном из жилмассивов Астаны сгорела времянка со спящими в ней пятью девочками, самой младшей из которых не было и года. Оба родителя были на работе. Спасти детей от огня не удалось. Будет СФ Александр Симонов, НТС.